Девушки отдыхают Потом бригадиром В 1940 году Михаил Ивченко был призван в Красную армию Встретил он войну в своей части на Карельском фронте В письмах жене он писал Собираемся идти в бой Не переживайте за меня, останусь живым Как вернусь, сразу напишу Это письмо пришло в Тимонино в сентябре 1944 года А 7 октября снайпер-гвардии и фрейтор Михаил Ивченко Совершил подвиг Во время атаки высоты На расстоянии 20 метров от 3-го стрелкового батальона Ожил подавленный артиллерийским огнем Хражеский Дзод Это грозило большими потерями батальону Ивченко, увидев, что Дзод ожил и ведет огонь Бросился к нему И своим телом закрыл амбразуму Чем предотвратил излишние потери личного состава И обеспечил передвижение батальона В этом бою Ивченко пал смертью героя Личный состав батальона, воодушевленный подвигом Ивченко Поклялся отомстить за его жизнь И свое слово выполнил в жестоких боях с врагом Указом Президиума Верховного Совета СССР От 2 ноября 1944 года гвардии и фрейтеру Михаилу Лаврентьевичу Ивченко Посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза Похоронили Михаила в братской могиле На 81-м километре шоссе Мурманск-Веченга Здесь сооружен мемориал Долина Слава Подвиг Михаила Ивченко увековечен памятником Его имя высечено на мраморной плите Продолжение следует...